И небольшие игры. Понятно, что команды уже встречаются много раз в 35-х в раунде. На подборе кроме Улуха, Улухова в защиту пора возвращаться. Дмитриевич так и не спровоцировал обмен, зато... ...дел инициативы в этом эпизоде не попал, ну, пустяки. Дело житейское. Лабирит снова ищет передачу из трехсекундной зоны. И нет таких моментов, когда вот можно взять и с места обретения мяча улететь в контратак. Куда ты выбежишь после того как... Передач. Ну, вся пятерка у армейцев поменялась, кроме Амата Эмбая. Грин, это его броски. Надо было забивать его прям закрытыми глазами. Ну и скажем так, это же, конечно же, не кайф, что все, больше ты не играешь. Нет, это просто... 32-26. Плюс шесть указаний. Дмитриевич, ну, ты резкая остановка. Ну, шикарно. Потому что второй технарь, а также неспортивный. И это до свидания, до конца матча, вне зависимости от того, сколько у тебя там полов. Движение. И каждый раз ты удивляешься, что даже при том подборе, который был он на Долу Ферс, он вообще с площадки не уходил. Дмитриевич. Вот как здорово увидел свободного Грина. Я как-то по фотографии ставить не будем, просто Эрику здоровья пожелаем, но... Дело пахнет керосином, к сожалению. Маркс знает, чуть мяч не потерял, но чуть-чуть не считается. Дмитриевич хороший, отшагивание и тревогу. Был шанс, а нет, шанс у партнера побороться, потому что кольца нужно было, чтобы мяч коснулся. Но, по крайней мере, игру не стали останавливать здесь. Поэтому здесь от души отоварились сразу по левой, по правой руке Реймольдса. О, хорошая передача, просто одна передача. Все передумали к этому мячу лезть. Но он так плечами повел, и вокруг него сразу очень много пространства образовалось. Дмитриевич. Раскачались команды и начали уже давать концовку. Дмитриевич! Говорили мы о том, две самые результативные команды чемпионата играют друг с другом. Но у них в среднем 75... Продолжение следует...